По легенде, бешеная лиса забралась в частное подворье и укусила собаку. Та, предположительно, успела покусать и других животных. На место выезжает бригада ветеринаров. Очаг локализуют, дезинфицируют, прививают всех, кто имел контакт с вирусом. За периметром очага поражения открывается пункт экстренной бесплатной прививки. Это буквально 5 минут, подъезжает машина и у нас уже все готово. В любую деревню. Да. Это каждую весну проходит и так планово, когда происходит такая ситуация, оперативно собирается такой пункт и выезжает. Подобные учения проводятся в Одинцовском округе впервые. Впервые же на встречу ветеринаров пригласили и ученых. Доктор наук Александр Шабейкин рассказал об актуальных исследованиях бешенства и о том, какова сейчас ситуация в стране. Дал свои рекомендации. Сейчас очень важно вернуться опять к тотальной вакцинации собак и кошек. Их считается, что в России, их столько же, сколько домохозяйств. И очень, ну мы видим по статистике, что не все ведут своих животных вакцинировать. Кроме 150 ветеринаров со всего Подмосковья, на командно-штабные учения приехали и представители различных ведомств, включая и силовые министерства. В ветеринарии у нас есть не только гражданская, но есть еще и, так сказать, служебная. То есть это ФСО, МВД, это внутренние войска и плюс Министерство обороны. Везде есть ветеринарные службы, везде выполняются мероприятия по профилактике особо опасных заболеваний. Ну, для чего, в принципе, ветеринарные службы государственные созданы изначально. С начала года в Московской области зафиксировано 6 случаев бешенства среди диких плотоядных животных и 2 случая среди домашних. В прошлом году их было 18. Снижение числа заболеваний ветеринары связывают с эффективной профилактикой. Тимур Гайсин, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Тимур Гайсин, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.